Сегодня в выпуске. Премьер-министр Фан Минтинь выступил с важной речью на открытии форма будущего ОСЕАН. Город Хошмин поставил перед собой цель к 2025 году взять под контроль выбросы от транспортной деятельности. Церемония молитвы о дожде и хорошем урожае у народности МНОК. В эфире новости на русском языке Международного телеканала Вьетнамского телевидения. И с последними событиями этого дня ознакомлю вас Яко Куи. Здравствуйте. Сегодня утром премьер-министр Фан Минтинь выступил с важной речью на открытии форума будущего ОСЕАН при непосредственном участии премьер-министра Лооса, председателя ОСЕАН 2024 года, генерального секретаря ОСЕАН и почти 500 делегатов, представляющих правительство, послов, ученых и бизнес-сообщества ОСЕАН, партнеров и международной организации. Выступая непосредственно или через заранее записанные послания, направленные на форум, премьер-министр Лооса, генеральный секретарь ОСЕАН, генеральный секретарь ООН, президент Филиппин, а также премьер-министры Малайзии, Таиланда и Восточного Тимура, высоко оценили важную инициативу, предложенную премьер-министром Фан Минтинь по организации первого форума будущего ОСЕАН. Выступая на форуме, премьер-министр Фан Минтинь предложил ОСЕАН совместно реализовать пять улучшений для реализации введения ОСЕАН до 2045 года. Во-первых, укреплять солидарность, сотрудничество и единство многообразий. Во-вторых, повысить стратегическое доверие. В-третьих, усилить цифровую трансформацию, зеленое развитие, экономику замкнутого цикла и цифровую экономику. В-четвертых, способствовать гармоничному и устойчивому развитию. В-пятых, усилить мобилизацию всех социальных ресурсов, особенно государственно-частного сотрудничества. Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам продолжит привлекать еще больше усилий, чтобы совместно с другими странами продолжить строить успешный путь, ведущий в будущее единство и разнообразие. В рамках форума будущего «ОСЕАН» премьер-министр Фан Митинь и премьер-министр Лаоса Сонце Кай Си Фандон, председатель «ОСЕАН» 2004 года, выступили с председателями бизнес-дискуссии на тему «Сплоченное, сильное и устойчивое бизнес-общество ОСЕАН» использования возможностей в эпоху цифровых технологий. На мероприятии также присутствовал генеральный секретарь ОСЕАН Као Ким Хорн. В ходе дискуссии премьер-министр Лаоса подчеркнул, что цифровая трансформация активно происходит во всем мире, поэтому необходимо более тесно сотрудничать между субъектами, включая координацию между предприятиями и правительством, а также между странами. Выступая на дискуссии, премьер-министр Фан Митинь заявил, что Вьетнам желает, чтобы бизнес-сообщество и партнеры ОСЕАН усилили сотрудничество и поддержку в продвижении трех приоритетных направлений цифрового экономического развития, в том числе развитие индустрии информационных технологий, цифровизация отраслей и сфер, связанных с применением науки и технологий, внедрение инноваций, а также улучшение потенциала цифрового управления и развития цифровых данных. Премьер-министр также предложил три прорывных направления и призвал предприятия и инвесторов стать пионерами в области цифровой и зеленой трансформации в процессе развития ОСЕАН. Сегодня под председательством председателя национального собрания ВНИНИХУЭ постоянный комитет национального собрания провел заседание по сбору мнений в отношении проекта отчета по итогам контроля на тему реализации политики и законов по обеспечению порядка и безопасности дорожного движения с 2009 по 2023 год. Согласно отчету наблюдательной группы, за последние 14 лет сотрудники ГИБДД обработали около 70 миллионов нарушений. Инспекторы ГИБДД также провели более 1 миллиона проверок. Наблюдательная группа высоко оценила усилия Министерства общественной безопасности и Министерства транспорта по контролю и обработке нарушений. Депутаты национального собрания подчеркнули, что с момента принятия закона о дорожном движении 2008 года. По настоящее время правовая система в этой области постоянно совершенствуется, что приводит к положительным изменениям. Некоторые депутаты также предложили проанализировать данные для поиска решений повышения осведомленности о соблюдении правил дорожного движения в Сенской местности. Также на дискуссионной сессии была отмечена необходимость иметь дорожную карту по сбору и постепенной ликвидации устаревших транспортных средств. Ожидается, что 2 мая на вьетнамском фондовом рынке будет запущена новая система для торговли акциями. Эта система была разработана Южнокорейской фондовой биржей. С завтрашнего дня компании ценных бумаг в тестовом режиме будут одновременно подключаться к фондовой бирже города Хо Ши Мин через эту новую систему. Новая система отличается тем, что в ней объединены все действующие отдельные системы, включая HNX, HOS и Вьетнамскую депозитарную корпорацию, работающие на деньги по единому стандарту, как и в других странах мира. Эта система способствует облегчению транзакций между компаниями ценных бумаг и биржами. Таким образом ожидается, что это будет способствовать увеличению ликвидности рынка, расширению возможностей мониторинга, созданию основы для новых продуктов, таких как покупка и продажа ценных бумаг в день. Кроме того, это является еще одним шагом вперед в процессе повышения позиции фондового рынка Вьетнама. Тестирование системы в основном завершено. В настоящее время завершаются последние шаги по скорейшему вводу системы в эксплуатацию. Что касается ввода новых продуктов в эксплуатацию, то Государственный комитет по ценных бумагам должен изучить правовую базу с учетом обстоятельств и обеспечения безопасности системы. В последнее время Вьетнам получил полную выплату на сумму более 51 миллиона долларов США от продажи лесных углеродных кредитов в соответствии с соглашением о сокращении выбросов парниковых газов в северо-центральном регионе, которое Вьетнам отписал со Всемирным банком. Также по данным Всемирного банка, Вьетнам является первой страной в восточно-азиатско-тихианском регионе, получившей выплаты по результатам такого соглашения выбросов. По словам директора Всемирного банка во Вьетнаме, эта выплата знаменует собой следующий шаг для Вьетнама по присоединению к глобальному рынку углеродных кредитов. После северо-центрального региона Вьетнам переведет более 5 миллионов 100 тысяч лесных квот на выброс углерода в южно-центральный регион и Тайгмен в период 2022-2026 годов по минимальной цене 10 долларов США за кредит. Согласно расчетам, только сельскохозяйственный сектор Вьетнам имеет потенциал для достижения 57 миллионов углеродных кредитов в год. Если будут проведены соответствующие операции, Вьетнам сможет продавать углеродные кредиты на сумму около 300 миллионов долларов США в год. Хотя в стране пока нет механизма купли-продажи углеродных кредитов, спрос на них уже растет. Это стимулируется политикой устойчивого развития защиты окружающей среды и сокращением выбросов углеродов, что отражается в новых видах налогов на товары во многих странах мира. Хошевейн стал первым в стране городом, где в пилотном порядке вводится механизм торговли и компенсации углеродных кредитов. А что делает город для этих целей? С 2025 года во Вьетнаме появится экспериментальный рынок углеродных кредитов. Это означает, что 1912 крупных предприятий, выбрасывающих в атмосферу 3000 тонн углеродного газа в год, смогут покупать углеродные кредиты в стране, если другие меры окажутся недостаточными для сокращения выбросов. Добровольный углеродный рынок открывает новые возможности этническим группам и общинам, жителям районов, имеющих отношение к поглощению углерода. Это могут быть леса или рисовые поля. Ежегодно в Хошумине выбрасывается в атмосферу около 67 миллионов тонн углерода. При этом 33 миллиона тонн приходится на промышленность и транспорт. Пилотный проект торговли и компенсации углеродных кредитов будет способствовать реализации проектов добровольных углеродных кредитов. С последующей продажи чем, кому эти кредиты нужны? Прежде чем начать это дело, надо узнать, какие предприятия в ней заинтересованы. А также определить вклад страны в общее дело снижения углеродных выбросов. Чтобы получить углеродный кредит, будь то купленный или добровольный, нужны два важных шага — проверка и подтверждение. Но в обоих случаях мы зависим от специального учреждения ООН. Поэтому, хоть и есть политика, на практике наше дело идёт довольно медленно. В 2024 году Хошумин поставил перед собой две важные задачи — зелёный рост и цифровизация. Город с ремесок зелёной экономики, нейтральному выбросу углерода и к 2030 году сократит выбросы на 10%. В настоящее время город привлекает 28 новых проектов в таких отраслях, как транспорт, высокие технологии, возобновляемая энергия и электроника. Торговля углеродными кредитами не только поможет городу привлечь инвесторов, что будет означать новые рабочие места, но и станет вкладом и развитие зелёной экономики во всей стране. Город Хошумин поставил перед собой цель к 2025 году взять под контроль выбросы от транспортной деятельности. Приоритет отдаётся автобусам, работающим на электроэнергии и зелёном топливе. Однако достижение этой цели — непростая задача, требующая создания сложной операционной системы, включающей зарядные станции, автостоянки и технологию управления. В настоящее время в Хошумине имеется более 2000 автобусов. Согласно плану города, к 2030 году все более 2000 автобусов будут переоборудованы зелёные транспортные средства, то есть электробусы или автобусы, работающие на природном газе. Переход на зелёный транспорт должен начинаться с инфраструктуры. Три ключевых фактора — возможность обеспечения, правильное расположение станций и источники электроподзарядки. Одной из трудностей зелёной трансформации автобусов является отсутствие планирования стоянок и зарядных станций. К тому же инвестиции в эту сферу велики. По оценкам, для тысяч электробусов потребуется 40 миллионов долларов США. Сложность заключается в пространстве и источниках электроэнергии. Например, при большом количестве автобусов время на зарядку будет всего 10 минут. А ещё въезд и выезд тоже создают проблемы. Ожидается, что общий объём инвестиций в зелёные автобусы составит 570 миллионов долларов США. И основная часть этих денег будет направлена на замену транспортных средств. В настоящее время разрабатываются и обсуждаются планы и программы развития зелёных автобусов Хашиминия. Я считаю, что инвестиции в зарядные станции должны быть такими, чтобы ими могли пользоваться все транспортные средства и чтобы они были открыты для зарядки любых автобусов. Чтобы стимулировать развитие зелёных автобусов, необходимо прежде всего, чтобы у инвесторов было прибыл, потому что субсидий недостаточно. Поэтому политика перехода на зелёные автобусы должна быть комплексной и учитывает участие многих отраслей и сверх, а не просто представлять собой покупку новых автобусов для замены старых. Что касается проектов Ханойского метрополитена, то эти проекты изучились и начали продвигаться ещё более 20 лет назад, но процесс реализации идёт очень медленно. Причин такой задержки много. Одна из них состоит в том, что инвестиционные затраты составляют лишь около 20% от потребностей, а на разработку процентов реализации проектов и их утверждения уходит много времени. Что касается хода реализации, эти проблемы требуют изменений. 4-х километровый подземный участок линии метро номер 3 Ньон, станция Ханой, всё ещё находится в стадии строительства, хотя проект был начат 14 лет назад. По скорректированному плану завершить всю линию, необходимую к 2027 году. Таким образом, на строительство этой линии Ханойского метрополитена требуется 17 лет, хотя первоначальный план перерусматривал всего 5 лет. Однако, по мнению экспертов, учитывая опыт уже построенной линии метро, Ханой сможет совершить строительство ещё более 10 оставшихся городских железнодорожных линий в согласии с планом. Если мы изменим базовую модель управления инвестициями в строительство, основанную на принципе управления входными затратами и контролем последовательности и процедур, а на модель контроля выхода результатов, то мы сможем полностью достичь цели. Инвестиционный капитал должен быть подходящим. Какой маршрут следует строить в начале, а какой позже? В какой степени и какие технологии необходимо применять? Для обеспечения нужного темпа освобождение земельных участков должно быть завершено за 1-2 года до строительства. Сейчас разрабатывается закон о столице и вносятся поправки в сторону создания максимально благоприятных условий для развития сети метрополитена. В согласии с этим, Ханой отдаёт приоритет применению моделей городского развития, связанной с общественным транспортом, включая развитие линии метро с корректированием функций использования земельных участков, в городских районах для их эксплуатации. Если проект пересмотренного закона о столице будет принят, это определенно приведёт к большим изменениям. Ханой, безусловно, получит больше прав и будет более активным и гибким в инвестиционных решениях по развитию проектов городского метрополитена. Мы будем более гибко подходить к привлечению ресурсов для реализации проекта. Ханой направляет все ресурсы на развитие городского метрополитена, стремясь к 2035 году, построит ещё 200 км в железнодорожной линии метро, а также завершит сразинство всей сессии столичного метрополитена в соответствии с планом. Вьетнам активно борется с ННН-промыслом перед следующей проверкой Еврокомиссии. Церемония молитвы о дожде и хорошем урожае у народности МННОНГ. Чтобы справиться с жаркой погодой, засолением почвы и нехваткой воды, Народный комитет города Хошимин рекомендует жителям сохранить пресную воду. Местные власти должны определить районы, подверженные риску нехватки воды для бытовых целей, чтобы разработать меры обеспечения населения пресной водой. Кроме того, следует активно проводить углубления дна каналах и рвов на местах для большого хранения воды. Необходимо соответствующим образом регулировать стоки для предотвращения заселения почвы и отвода воды в производственных и бытовых целях. По данным Гидрометелоргической станции Южного Вьетнама, количество осадков с апреля по май текущего года будет ниже среднего уровня за многие годы. Чтобы снять желтую карточку Европейской комиссии в отношении добываемых во Вьетнаме морепродуктов, необходимо предотвратить заход вьетнамских рыболовных судов в иностранные воды для незаконной добычи морепродуктов. Однако контроль судов сталкивается со многими трудностями. В настоящее время правоохранительные органы на море прилагают усилия в прекращении нарушений до следующей проверки Европейской комиссии. Эти корабли уже много месяцев находятся в море для слежения за вьетнамскими рыболовными судами, которым нельзя заходить в иностранные воды с целью незаконной добычи морепродуктов. Вне зависимости от времени, при любых погодных условиях нарушения своевременно появляются и предотвращаются, даже если владельцы рыболовных судов проявляют китрость. Необходимо решительно и строго наказывать нарушителей правил рыболовства, таких как отсутствие устройств слежения при ловле рыбы, добыча морепродуктов в неправильных морских зонах и без лицензии, чтобы рыбаки осознавали ответственность за нарушения. Предотвращение захода рыболовных судов в иностранные воды оказывается более эффективным при тесной координации действий между компетентными силами. В частности, 4-й военно-морской округ координат в свое действие с военно-морскими подразделениями, службами морского контроля, покраничниками и морской милицией для усиления патрулирования и контроля. Мы применили множество различных мер, таких как дежурство и круглосуточный контроль. Следует отметить усиление патрулирования и контроля в сложных погодных условиях при сильном ветре и ограничение видимости в ночное время в целях оперативного прекращения нарушений. Компетентные силы также усиливают папагандистскую работу для повышения уровня правовой грамотности рыбаков. Только тогда, когда рыбаки будут строго соблюдать закон, нарушения правил в области добычи морепродуктов по-настоящему прекратятся. Окруженная рекой община Минчао в уезде Бави является единственной островной общиной в Ханое. Затрудненное географическое положение сказалось на местной системе образования. Учителя добираются на остров на пароме через Красную реку, а ученики старших классов ездят на берег для учебы. В последние годы, благодаря вниманию властей всех уровней и самоотверженной работе учителей, качество образования в Минчао постепенно улучшается, сокращая разрыв с другими регионами столицы. Каждое утро и ранний вечер паромная переправа Чу-Минь, соединяющая островной уезд Минчао с остальной частью Ханое, наполняется учениками и учителями. Хиен работает в средней школе Минчао с 2008 года. Каждый день она переправляется на пароме, чтобы добраться до школы, где она преподает девятиклассникам, готовящимся к экзаменам для выступления в старшую школу. Я, как классный руководитель девятого класса, беседую с родителями, чтобы они помогали детям с повторением пройденного материала. Особенно важно то, что учителя очень переданы своему делу. Многие поколения учеников здесь уже привыкли к тому, что нужно добираться до школы на пароме через Красную реку. Несмотря на трудности, многие из них упорно учатся и становятся отличниками. Нам тяжело добираться до школы. Бывает, что после дополнительных занятий приходится возвращаться поздно, нанимать лодку, а потом плыть по реке, где ее качать в виде. Такие моменты немного страшны. Каждый день дети добираются на пароме. Иногда они не успевают на паром и опаздывают на занятия. У учеников в Минчау есть некоторое отставание по успеваемости по сравнению с ребятами из материка. Однако, благодаря их упорству, они могут достичь того же уровня, что и ученики на берегу. В настоящее время в Минчау разрабатывается проект с особыми механизмами поддержки для островной общины, включающий различные меры по стимулированию образования, такие как инвестиции в сельские дороги и снижение оплаты за обучение. Ученики, которые вынуждены переправляться через реку на пароме, им будет предоставляться помощь в виде выплаты на проезд и обучение. Учителям, которые приезжают сюда на работу, также будет предоставляться компенсация за проезд и на другие расходы. С тех пор, как был построен мост Виндхинь, в сухой сезон жители Минчау могут добраться до центра Ханой по суше. Количество ежедневных паромных рейсов через реку постепенно сокращается. Однако для многих поколений учеников и учителей Минчау образ переправы через Красную реку в поисках знаний навсегда останется незабываемым воспоминанием. Только испытывая это на себе, можно по-настоящему понять, как это добираться до школы в дождь и в жару. Любовь к своему делу и к детям, пожалуй, это единственная мотивация для меня и моей коллеги работать здесь. 22 апреля министр культуры, спорта и туризма Вьетнама подписал решение о признании туристической зоны Монг Чау в провинции Шунла национальной туристической зоной. Национальная туристическая зона Монг Чау в провинции Шунла имеет общую природную площадь более 206 тысяч гектаров. Она включает в себя три зоны – центр отдыха Монг Чау, центр экотуризма Монг Чау и центр развлечений Монг Чау. Это национальная туристическая зона экологического и культурного характера с разнообразными видами туризма. Она является ключевым районом экономического развития на юге провинции Шунла, а также центром сельскохозяйственного, лесного и ремесленного производства провинции. Церемония молитвы о дожде и хорошем урожае является одним из прекрасных обычаев многих народов, в том числе и представителей народности Монг, живущей на плато Тэйнвен. Это один из самых масштабных фестивалей, который обычно проводится в сухой сезон. Этот важный ритуал обладает глубоким духовным смыслом и подтверждает тесную связь деревенской общины с природой. Возле небольшого ручья, где много зеленых деревьев, народ Монг в провинции Даклак устанавливает столб, рядом с которым строят ритуальный дом, куда кладут сельскохозяйственные продукты и орудия для сельскохозяйственных работ. А наверху столба висит много бамбуковых кисточек, которые местные жители называют мобруи. Мобруи – это символ колоса риса для поклонения. Бог риса, увидев этот колос, будет рад и дарует людям богатый урожай. Многие семьи в деревне приносят кувшины с вином и курицу, выражая желание внесить свой вклад в праздник и пожелать удачи в предстоящем сезоне. Громкие звуки гонков и барабанов раздаются, когда жрец совершает ритуал поклонения Богом. Мы молимся о дожде, об урожае, амия. Просим богов даровать удачу, чтобы посевы, которые мы сажаем, росли и переносили богатый урожай. Не увядали. Когда ритуальные действия завершены, воссоздаются цены сельскохозяйственных работ. Люди рассыпляют воду, имитируют дождь, делают люнки, сажают семена на поле. Молодые люди идут собирать имуэт. Все это демонстрирует трудолюбие людей и их мечту о богатом урожае. Церемония молитвы о дожде и богатом урожае существует с древних времен. Мы должны сохранять этот обряд, чтобы помнить и предавать его потомкам. Церемония молитвы о дожде и богатом урожае не только помогает сохранению традиционной красоты, но и поддерживает культурное пространство с использованием гонков и барабанов. Это также может стать продуктом общинного туризма, который привлечет посетителей из разных уголков страны, чтобы узнать больше о культуре народа Платы Тэйнгвен. В городе Хуэ появилось первое в стране цифровое арт-пространство – Сонглад. Здесь представлены работы, вдохновленные богатой самобытной культурой, искусством и архитектурой Вьетнама. На площади тысячи квадратных метров от пространства Сонглаб состоит из пяти выставочных залов, где представлены восемь произведений искусства в цифровом формате от вьетнамских художников. Здесь посетители полностью погружаются в многомерное художественное пространство. Вдохновением для большинства работ служит традиционная самобытная хуэйская культура. Здесь нежный, трепетный дух хуэй становится материалом для создания истории, рассказываемых языком современного искусства. Это только начало. Мы намерены сотрудничать с другими художниками и творцами, чтобы создать новые работы, основанные на истории и наследии нашей страны. А далее прогноз погоды во Вьетнаме на завтра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok